Итак, уважаемые коллеги, уважаемые зрители, мы начинаем, приступаем к циклу образовательных вебинаров для краеведов, работающих с молодежью. Краеведческое знание – это самая эмоционально близкая и доступная форма исторического знания, поэтому для нас, для российского исторического общества, поддержка краеведов, особенно краеведов-педагогов, является безусловным приоритетом. Напомню, что в этом году при поддержке фонда президентских грантов, при поддержке фонда «История Отечества» проводился всероссийский конкурс краеведов, работающих с молодежью. В нем приняли участие более 700 человек, и в ходе отборочных этапов участники обменивались опытом друг с другом, и теперь в рамках наших семинаров своим опытом поделятся приглашенные нами эксперты, спикеры, представители музейной сферы, поисковики, волонтеры, педагоги. Я думаю, что это будет очень интересно для всех, не только для финалистов конкурса краеведов, который проводил Российское историческое общество, но и в целом для всех, кто так или иначе занимается этой деятельностью. До конца декабря пройдут 10 таких встреч. Три первых вебинара будут посвящены школьным музеям. Не секрет, что создать хороший школьный музей, такой центр просветительской работы, это очень непростая, серьезная задача. Для того, чтобы какие-то пути ее решения наметить, мы попросили поделиться своим опытом нашего сегодняшнего эксперта, ведущего методиста музея-заповедника «Сталинградская битва» Максима Анатольевича Насекина. Максим Анатольевич, добрый день. Добрый день. Добрый день, уважаемые участники. Пожалуйста, в документах. Мы сегодня поговорим об организации деятельности школьного музея «Обзорно», то есть как результат поисковой работы, не только образовательное учреждение, но и студентов. Может вылиться в создание музея образовательного учреждения, будет ли там школа, дошкольное учреждение, у нас тоже этот опыт есть, или ВУЗ. Вот коротко мы с вами обзорно пройдемся по организации, то есть виду деятельности, как там их можно раскрыть на региональных компонентах, то есть историко-культурные компоненты регионов. Ну и подробно, буквально расскажу об экскурсионной работе, то есть виду культурно-образовательной деятельности. Некоторые примеры приведу из работы нашего музея-заповедника «Сталинградская битва». Это вот такой небольшой план, план сегодняшнего нашего вебинара. По ходу работы, если будут возникать вопросы, можно и писать потом в дальнейшем, нам мы окажем помощь. Вот видите, мы позаветуемся, что, как, где можно оказать. Готовы? Готовы, начинаем. Пожалуйста, да, Никита. Итак, значит, культурно-образовательная деятельность школьного музея, музейная педагогика – очень обширная тема. Сегодня мы затронем только обзор. Обзор именно музейной педагогики. Значит, включение школьного музея, но музей-образовательное учреждение, то есть школьная музейная аббревиатура, название, она фирмировалась еще с 60-х годов. Сейчас я демонстрацию запущу. Экран виден мой? Да, все видит. Итак, в рамках нашего сегодняшнего вебинара мы поговорим о включении музея-образовательного учреждения в образовательный процесс. Само понятие музей-образовательного учреждения, музей как педагогическая система, его функции, содержательные смыслы и образы. И музейная педагогика. Это будет обзор. Итак, музей как центр музейно-педагогической, краеведческой работе в школе. Практика стала формироваться у нас в 50-х, 60-х годах. В Советском Союзе организовывались в начале музеи, музеи-образовательные учреждения. Чаще всего они носили узкопрофильное направление, узкопрофильный характер. Конечно, основная масса музеев-образовательных учреждений первого уровня, когда они зародились, носила характер военно-патриотический. То есть это музей боевой славы, музей подразделений, соединений, которые воевали на тех или иных территориях. В принципе, такой же опыт и был у Волгоградской области. Уникальность музея-образовательного учреждения в его специфике, возможность прикоснуться, ощутить атмосферу музейных предметов. То есть, когда в музее образовательного учреждения педагог вместе с участниками образовательного процесса работают непосредственно с музейных предметов. Придя в музей государственный, музей не всегда имеет такая возможность соприкаснуться с предметом. Работают с историей. Возможность самим создавать музей. Организация музея чаще всего была и, возможно, будет результатом поисковой работы. Поисковая работа как в рамках узкопрофильных тем. То есть, это может быть и история края, это может быть этнографические музеи, исторические, широкопрофильные музеи. И вот, собирая материал, участники образовательного процесса имеют возможность создать музеи. Потенциальные возможности образовательного музея, музея-образовательного учреждения, воспитательные, образовательные, как сейчас мы уже говорим, заключаются в следующих аспектах. Музей в школе становится центром самореализации участников образовательного процесса. Передача социальной памяти, что составляет сущность практически каждого музея, здесь она может выступать как бесконечный акт творческой самореализации обучающихся. Далее, аспект, который мы сегодня осветим, включение школьного музея в образовательный процесс, основные функции и направления деятельности школьного музея. Ну, музей школьный, музей образовательного учреждения, еще раз повторюсь, в последние десятилетия аббревиатур чаще встречается в музее образовательного учреждения. Функции. Принято выделять с конца 80-х годов. Основные функции, они не менялись, поэтому в нормативных документах можно встретить их с 80-го года. Это первое, решение задачи обучения и воспитания посредством использования музейных коллекций и материалов, которые, в частности, могут быть собраны в результате поисковой работы. Вторая функция, которую необходимо выделять, это сохранение историко-культурного и природного наследия, как национального достояния. Эта функция, прежде всего, касается музеев этнографического профиля. Изучаю опыт музеев образовательных учреждений на территории Российской Федерации в центральной части, Российской Федерации на юге. Огромную пласт музеев занимает музей этнографического профиля, профиля музея истории, например, казачьего быта, истории народов, населяющих ту или иную территорию. По функции, по направлениям деятельности. Музей образовательного учреждения. Принято выделять шесть основных направлений деятельности. В принципе, краем я уже касался, теперь вот я их выделю. Первая функция направлений деятельности – изучение родного края, в том числе проведением посредством проявительских исследовательских походов, экспедиции, что может быть характерно для поисковой деятельности, поисковых отрядов. Второе направление, которое касается всех музеев, научно-фондовое, об этом направлении подробно расскажут. Следующее направление – экспозиционно-выставочная деятельность. По этой теме тоже будет отдельный вебинар. Четвертое направление, которое выделяют обычно, это научно-методическая работа, осуществление методической помощи как педагогическим работникам, так и непосредственно обучающимся в школе. Пятое направление – оно актуальное. В последнее время научно-исследовательская работа, она может быть проводится как по средствам изучения музеевых предметов, которые находятся уже в музее образовательного учреждения, так и по этапам создания музея, когда сначала формируется материал, а потом уже результатом формирования научно-исследовательской деятельности может быть создание либо выставки, либо музеев. Ну и шестое направление, которое обширное, это культурно-образовательная экскурсионная работа. До 1997 года в нормативных документах обозначалось как экскурсионная пророследовательская работа. Встречаются два термина, то есть мы можем говорить, что они тождественно равны, то есть экскурсионная пророследовательская и культурно-образовательная деятельности. Подробно сейчас мы с вами поговорим о формах культурно-образовательной деятельности. Я сегодня выделил 10 направлений культурно-образовательной деятельности. Самой распространенной формой, если говорить, из покоев веков являлась экскурсия. Дальше подключаются лекции, консультации, которые оказываются могут как посредством сетевого взаимодействия. Сетевое взаимодействие могут быть как с государственными музеями, муниципальными музеями. У нас в Волгоградской области была практика сетевого взаимодействия с музеями образовательных учреждений, то есть это и вузы, и школы, и дошкольные учреждения. Научные чтения, конференции, все сессии и заседания – это одно из направлений, которые пользуются популярностью в последнее время. На базе нашего музея проводятся немало конференций, с привлечением работы музеев образовательных учреждений, музеев учреждений высшего профессионального образования. Во многих учреждениях есть музеи. Пятое направление деятельности. В последние десятилетия оно утратило силу. По крайней мере, в государственных музеях встречается она редко. В муниципальных музеях, прежде всего образовательных учреждений, это сохранилось. Это клубная работа, кружковая, работы в студии. Я думаю, что в нашем учреждении она будет возрождаться. Следующее направление, форма культурно-образовательной деятельности – это организация конкурсов. Конкурсы, олимпиады, викторины. Наш музей оказывает помощь и комитету по образованию области Волгоградской и непосредственно города по подготовке олимпиадных занятий. И непосредственно в стенах нашего музея проводятся викторины олимпиады. Об этом мы тоже коротко поговорим сегодня. Встречи с интересными людьми, с интересным человеком. Направление в последнее время стало возрождаться. Одно время, опять же, если вернемся к советскому периоду, это встречи с ветеранами, писателями, композиторами, музыкантами. Если мы говорим о музее художественного профиля, то это будет характерно. Встречи с композиторами, музыкантами, писателями. С военными профилями, музеями – это, конечно, с ветеранами. С живыми свидетелями тех лет. Дальше направление культурно-образовательной деятельности – это концерты, литературные вечера, театрализованные представления, кинолектуры. В нашем музее-заповеднике это направление представлено. Музейный праздник. В образовательных учреждениях есть опыт, по крайней мере, в Волгоградской области, организации музейных праздников, вечеров и рождественские праздники, и военно-патриотические направления, то есть 9 мая, 2 июля, и хондро наступление советских войск под Сталинградом. Ну и выходя за рамки Сталинградской битвы, это ключевые праздничные даты по всему этапу войны. То есть 41 по 45 год. Историческая игра – тоже интересная форма культурно-образовательной деятельности музея. О некоторых подробных, наиболее интересных, на наш взгляд, я поговорю в следующих уже разделах. Значит, образовательные чтения, которые проводятся уже регулярно, это традиция. Одним из наших филиалов – музей-заповедника Сталинградской битвы, это мемориальный исторический музей, уникальный музей, можно сказать, на территории нашей страны, который рассказывает о событиях гражданской войны на юге России и участии в Первой мировой войне наших земляков, жителей Царицына. Вот в рамках работы культурно-образовательной деятельности мемориально-исторического музея проводятся регулярные у них исторические чтения, но они не замыкаются темой гражданской войны, выходит тема у них, конечно, великая. Великая Отечественная война и история Царицына. На фотографиях слайда видим доклад совсем недавно, 19-го года девочка выступала докладом на конференции нашего музея. Следующий слайд – тоже фотография. Конференции музея. Ну, далее, направление, о котором говорить можно много, но я тезисно поговорю здесь. Если вопросы возникнут, можно обратиться к нам за консультацией в музей-заповедник Сталинградской битвы. Мы с удовольствием окажем помощь. Экскурсионная работа. Музейная экскурсия. Если говорить об учреждениях и педагогах, которые занимаются краеведческой работой, вне территории образовательных учреждений, то есть не имеют музеев, здесь можно говорить о организации экскурсии по местам боевой славы, то есть изучение территории, ведения боевых действий, если говорим о военном направлении, именно краеведении, то есть составление маршрутов по уже материалам, который был сформирован поисковыми отрядами. Это позволит расширить деятельность экскурсии, экскурсионную деятельность образовательных учреждений, вне непосредственно музейная работа. Классификация экскурсии, она в основном у нас стандартная идет, делятся они по содержанию. Экскурсии по содержанию бывают исторические, военно-исторические, природоведческие, производственные, искусствоведческие и литературные. По составу участников делятся они, бывает, взрослые детей, местных и нагородных жителей, для иностранцев. Но здесь подробно я останавливаться не буду. По месту проведения музейные, то есть если мы говорим о музеях образовательных учреждений, в образовательном учреждении может вестись, так мы уже говорили, краеведческая работа, создается музей, соответственно, на базе, с позиции музея формируется экскурсия. И вот этот экскурсионный материал, музейный материал, может внедряться в рамках ведения новых образовательных стандартов, где особая роль уделяется историко-культурному направлению, региональному краеведению. То есть, если мы говорим о музейных экскурсиях, то здесь огромный пласт может занимать музейные работы. городские загородные виртуальные экскурсии. Вот в последнее время у нас особое место занимает виртуальные экскурсии. Не все образовательные учреждения у нас имеют возможность по созданию музейной экспозиции, но это не значит, что исследовательская работа не ведется в образовательном учреждении. У нас есть опыт в городской области, когда результатом исследовательской деятельности стали сайты. Сайты ведения боевого действия подразделения. То есть, 328-й, Перекопска, Краснознаменной дивизии. То есть, учащиеся школы проводили работу по исследованию боевого пути, и потом создали на сайте уже тут виртуальную экскурсию, на которой представили свой материал для общего знакомства. И учителя опять по средствам сетевого взаимодействия при помощи музейных работников могут активно работать там по военно-патриотическому направлению. Далее, по способу передвижения. Здесь классическая классификация стандартная осталась. Это автобусный, пешеходный. Новый вид экскурсии, которым пользуются популярностью среди молодежи велосипедные. То есть, среди студенческого сообщества это направление развивается. По форме проведения экскурсии обзорные, тематические, театрализованные и учебные. Это обзор. То есть, это обзор по классификации экскурсии. Дальше мы с вами пройдем немножко по примерам, которые у нас в музее-заповеднике Сталинградская битва. На фотографии слайда фрагмент театрализованной экскурсии нашего подразделения Мемориально-исторического музея. Театрализованная экскурсия помогает нам вовлечь в интерактивный процесс обучающихся посетителей нашего музея-заповедника Сталинградская битва. От герои войны Первой мировой войны встречает посетителей в музее мемориально-исторической. И вот дальше экскурсии по музею проходят вот в такой же вой форме. Следующий слайд уже вы видите здесь герои гражданской войны. Обратите внимание в экспозиции музея опять же ребята вовлекаются в учебно-вызывательный процесс на базе нашей экспозиции. Возиции музея мемориально-исторической. Ну пройдемся по лекционным занятиям. Здесь подробно чтобы экономить время я не буду рассказывать. Темы лекционных занятий у нас как и принято развиваются по категориям. Мы в своем музее берем первые, пятые классы, девятые, шестые, девятые классы. Для маленьких ребят особо интересным пользуются занятия бойцы Росу Свинтовку. Сирень Победы. Деревья Сталинграда необычное занятие, где рассказываем мы не просто о каких-то монументальных памятниках, а вот у нас опыт есть. Сирень Победы это знаменитая акция, где были выведены сорта сирений, героев Великой Отечественной войны и полководцев. Деревья Сталинграда это памятники мемориала, которые созданы были в нашем городе в 1965 году. То есть у нас была традиция заложена в нашем городе увековечить память тех, кто пропал в безвести в деревьях. Война глазами детей это занятие, которым учащиеся знакомятся у нас с судьбой своих сверстников, через судьбу которых прошла война. Ну дальше, по списку они представлены на слайде, если возникнут вопросы, потом я подробно расскажу о всех занятиях. Следующие слайды покажут нам визуальный ряд. Обратите внимание, сотрудники нашего музея используют модели предметов, плакат художников украинцев, потерял я колечко, колечки 22 дивизии. То есть экскурсия в музей, она дает возможность прикоснуться к предмету, а если это образовательный музей, то там непосредственно эти предметы можно и найти собственно детьми. Экскурсии в музей память, еще одно наше структурное учреждение, отдел нашего музея-заповедника, это место пленения штаба 6-й полевой немецкой армии генерал-фель-баршал Кринляха Павлеса. Здесь непосредственно погружение в место историческое, где находился штаб. Вот на фотографии одно из лекционных занятий музеем представлены. Боевой путь 38-й мотоцерковой бригады, 7-я Боргейская на карте у нас представлен. Музей-заповедник также активно работает с образовательными учреждениями, проводя выездные занятия. На фотографии в слайде показаны лекции выездных мероприятий, сотрудники экскурсионного пластиковического отдела, работают со всеми маленькими учащимися. Здесь третий класс на слайде представлен. Они активно влекаются в работу. Десятые, одиннадцатые классы более углубленные темы. Это история панорамного искусства, Сталинградская битва, инженерно-технические решения, строительство памяти консамбля героям Сталинградской битвы. Это пример тем, которые у нас в музее используют. Фотографии, слайды дают нам наглядное изображение мероприятий, которое проводится уже в музее Сталинградской битвы. Перед вами ребята уже старше классов непосредственно на занятии во втором зале нашего музея. Кинолектории. Кинолектории это лекции, которые сопровождаются у нас рассмотром документальных фильмов. Кинолектории также распределены у нас по возрастным категориям. Первые и пятые темы кинолектории представлены на фотографиях слайда. Это юный герой Сталинграда. Пересекается тема с лекциями, но здесь мы используем еще и документальный фильм. Школьная пора в руинах Сталинграда, восстановление жилого фонда Сталинграда. Вот ребят совсем маленькие на фотографии в нашем кинозале представлены. Шестые и девятые классы стараемся проводить кинолектории предлагаем по хронологии, то есть можно проводить с начала Великой Отечественной войны, то есть 22 июня тема и города первых салютов Шестой Орел и Белгород Парад Победы 24 июня 45 года. То есть также занятие делится на часть лекции просмотра хроники документального фильма с разбором. То есть не просто обучающиеся посмотрели фильм, но и стараемся разобрать его по тезисам, по проблемам, которые можно поставить к просмотру данной хроники. Десятые и одиннадцатые классы подробно останавливаться не будут. Тема кинолектории представлена на слайде. В музее заповедника Сталинградской битвы разработаны циклы занятий, то есть учащиеся 5-го 1-го класса с 1-го по 5-й, например, с 6-й по 11-й приходят к нам регулярно в музей либо по абонементу, но последнее время у нас музейный абонемент, который включает цикл занятий все подразделения нашего музея. если перевести на практику, есть такой опыт среди, возвращаясь к своему первому этапу конференции, это сетевое взаимодействие музеев, то есть как музеев образовательных учреждений, так и музеев государственных, когда, например, в музее образовательных учреждений, которые объединяются одной темой, могут по разработанному абонементу ребят всех возрастов проводить по музею, чтобы музей связывали друг с другом. То есть эта практика, она применяется достаточно успешно в музеях, образовательных учреждениях музеев, представлены подарки городу, герою Волгограду. Интеллектуальные командные игры, если мы сами вспомним формы культурно-образовательной работы в музеях, интеллектуальные командные игры, которые у нас проводятся в музее, представлены на слайдах, это Герои Отечества, на перекрестке истории, умники и умницы, своя игра. Основная часть интеллектуальных игр проводится на ведение логики, на размышления, то есть командные игры именно. Здесь бывают у нас и учащиеся 5-6-х, старшеклассники, студенты. На фотографиях слайда представлены фрагменты, например, интеллектуальная игра Героя Отечества в 23 февраля Дню Героя России, пользуясь популярностью, то есть по заявкам, как и поисковые отряды, кривейческие объединения приходят в наш музей, мы оказываем и консультативную помощь, фотографии, конецкие корпуса в нашем музее. Интерактивные занятия. Здесь важно вовлечение непосредственно в интерактивные занятия участников, то есть не только форум вопроса ответы, но и во время занятий попытаться проверить рефлексию, то есть чему мог научиться музей, какими школьник в стенах музея, либо федерального, либо в школе, кстати, проводить проще, потому что цикл интерактивных занятий можно включать как раз в рамках освоения историко-культурного стандарта, то есть включать образовательный процесс, уроки истории и общество знания и краеведения для самых маленьких. у нас разработана была программа краеведения для шоколад, то есть мы ходили в образовательное учреждение сады, как я говорил, о деревьях Сталинграда, когда ребята по результату лекционных занятий придумывали свои сады-победы в альбомах рисовали деревья, дерево ветеран, кто-то там рисовал березу, кто-то рисовал акацию, сирень, то есть вовлечь и какой-то результат, чтобы был работ. Вот темы интерактивных занятий представлены, например, в Великой Победе в музей Панораме Сталинградской битвы, юный разведчик это занятие у нас проводится в музее память интерактивная и мир запретут вещей этого реально историческим делом. Вот представьте, когда вот такой ребятеночек приходит в экспозицию музея, к нам в музей, и тут ему дают в руки предмет, музейный телефонный аппарат, полное счастье лицо, а если школьный музей, еще можно изучить предмет и написать и на уроке его использовать. Работаем в третьем зале нашего музея. Это музей память. На фотографии слайда представлен юный герой. Сейчас я осветил фрагменты культурно-образовательной деятельностью музея-заповедника Сталинградской битвы. В следующем этапе хотелось бы пройтись тезисно по направлениям музейной педагогики непосредственно. Постараюсь каждый раздел на практику, используя опыт и поисковой работы, научно-исследовательской работы и работе в школьном музее. Значит, музейный педагогика. Ее объект, предмет, задачи, основные категории, объекта музейной педагогики это культурно-образовательный аспект музейной коммуникации, то есть общение, которое способствует развитию и становлению личности в ходе общения с культурными ценностями в условиях музейной среды. Это определение касается, конечно, в основном, как музейная педагогика изначально возникала в государственных музеях, в принципе, своими корнями уходят еще в 30-е годы 20-го века, впервые аспекты музейной педагогики стали затрагиваться еще в то время. Предметом музейной педагогики является исследование сущности, закономерности методов музейной коммуникации, способствующих развитию восстановления личности в ходе общения с культурными ценностями. Если говорим о поисковой работе и образовательных учреждениях в музеях, именно там непосредственно они их могут внедрять в учебно-образователь процесс, поэтому предмет у них нарисован, предмет у них есть. Музейная культура еще один термин, с которым работают специалисты по музейно-образовательной деятельности это музейная культура. Культура это ценностное отношение человека, в действительности подлинное уважение к истории, умение выявлять в реальной жизни предметы музейного значения. Мы уже говорили об этом, то есть если поисковая деятельность идет, то в принципе это прямая дорога к развитию музейной культуры. Через музей-образовательный учреждений, который потом уже будет в дальнейшем развиваться и в рамках музейной работы. был опыт в Волгоградской области, когда от кружка, музейного кружка, это кружки и музееведы, и юные экскурсоводы, работа велась от школы до студенческой скамьи, все это могло выливаться в поисковые уже экспедиции в студенческие годы, ну и работа в идее. Это по окончанию уже высшим учебным заведением. Ключевые понятия музейной педагогики, в принципе, расшифровку этих терминов можно найти в классической литературе по музею, ведению. В конце презентации слайдов я буду целый список, сейчас сходу скажу Юрьева. Юрьева музей ведения, там отдельный раздел по музейной педагогике, широко освещена тема понятий музейных музейных педагогических, музейных предмет, музейная культура и музейная коммуникация. Здесь подробно я зачитывать термины не буду. Задача музейной педагогики приобщения к музее и музейной культуре с ранним возрастом я об этом говорил, об этой системе, которая может выстраиваться с школы, музеи, учреждения дополнительного образования, вуз, активизация творческих способностей личности, творческая деятельность музея. Если говорить в широком смысле слова о музейной педагогике и о музейной деятельности не только военно-педагогическом направлении, художественной, духовно-нравственного воспитания, то есть если изучение природы родного края, изучение истории художников родного края, это характерно для у нас в центральной части России, в Сибири в музеях это активно представленные музеи истории, например, народов Сибири и Дальнего Востока. Если мы поговорим о музее Карелии, где творчество, природа, об этом можно говорить, и на знакомство с культурным наследием, который я изучал. Значит, создание многоступенческой системы музейного образования, в этом мы тоже, в принципе, говорили. Я задачу музейной педагогики выделил отдельно на слайде. методология музейной педагогики как способ познания сущности музейно-педагогического процесса, по сути, он соответствует с методологией педагогики, музея логии. Я об этом подробно рассказывать не буду, потому что педагоги, те, кто получал высшее педагогическое образование, они об этих направлениях должны знать личностный, деятельностный, диалогический, коммуникативный, культурологический, системный подход, средовой и компетентности. То есть эти же подходы, они у нас действуют как в работе на уроках, как в работе над исследовательской деятельностью, они сохраняются у нас в музейной педагогике. Далее, вот от общих задач музейной педагогики я определил задачи педагога. То есть с какими задачами педагог встречается вот непосредственно в работе. Научите ребенка видеть историко-культурный контекст окружающих его вещей, оценивать их с точки зрения развития культуры, формировать понимание взаимосвязей исторических эпох, свои сопричастности к современной культуре, неразрывно связанной с прошлым. То есть вот эта вот система, которая через исследовательскую деятельность как с раннего возраста, так и до вузовского обучения, она может проходить через вот данные задачи, которые ставит перед собой педагог. Формировать устойчивую потребность, навыки общения, взаимодействия с памятниками культуры, музея, то есть это памятники культуры природного значения, то есть если мы говорим о Болгоградской области, это и природные парки Чербаковский, и Волго-Ахтубинская пойма, если говорить о территории нашей страны, то наверняка в каждом субъекте Российской Федерации есть объекты культурного наследия, через которые можно уже формировать это взаимодействие бережного отношения. Следующее развивать способность к эстетическому созерцанию, сопряживанию и наслаждению. Это художественная культура, то есть это музейные галереи, выставки. Музейная педагогика затрагивает этот аспект. Формировать толерантность, уважение к другим культурам, их понимание и принять себя. Термин достаточно распространенный, исходя из задач педагогов, которые представлены на слайде, разрабатываю свои концепции педагогам непосредственно по исследовательской деятельности. Можно использовать любой пункт. Не обязательно, что все шесть пунктов будут присутствовать в развитии разработок концепции педагогов. Ну, о направлениях краеведческой работы в школьном музее я говорил. Сейчас коротко. Семья, изучение родословного древа, семейные реликвии и преданий, семейный архив, судьбы семьи в судьбе страны, история школы, то есть школа направления истории школы, создание летописи школы, образование учреждений высшего профессионального образования, тоже работа проводится большая, учреждения высшего профессионального образования, это летописи учителей, которые принимали участие в годы войны, изучение родного края через локальную историю, то есть это история края в широком смысле слова, и узкая тематическая история, когда история края может делиться на маленькие подтемки. В принципе, я уже в нашем сегодняшнем вебинаре раскрывал тему, сейчас буквально выделение их, что можно использовать при разработке концепции образовательных программ. Ну и в принципе о следующем контексте, аспекте я планировал рассказывать долго, много, это огромный раздел опытно-экспериментальной работы по развитию общекультурной компетентности студентов, школьников, средств музейной педагогики. Это работа, которая, конечно, проводится высшими учебными заведениями, взаимодействии с музеями, то есть собираются музеи, которые могут быть экспериментальной площадкой для действия эксперимента, например, по проблемам мировоззренческого, личностного саморазвития, самоопределения, которые можно проследить в контенте работы в музее каком-то, то есть посетителей музейной экспозиции, то есть проводение физологических опросов. Поставка проблемы может как от работы определенного рода в высших учебных заведениях к результату создания вариаций людей. Это либо виртуальные музеи, либо интерактивные какие-то музеи, либо живые комнаты, студии. Это больше касается, конечно, высших учебных заведений. Значит, на пути решения могут быть как и проектная деятельность, сейчас широко используется проектная деятельность, изучение личностного опыта, участие и построение экспозиции, в принципе, я тоже сейчас только что сказал, освоение культурно-образовательного пространства студентами и школьниками. Ну, наш музей, он является экспериментальной площадкой Международной Мариинской Академии Гуманитарного Университета по историческому краеведению и музейной педагогики, как специализация студентов и школьников. Работаем с различными категориями посетителей нашего музея. Ну, вот аспекты, которые я хотел сегодня осветить, в рамках именно монолога, то есть рассказа о проблемах культурно-образовательной деятельности, научно-исследовательской деятельности в рамках и музея образовательных учреждений как детсада, так и высшую учебную зубь. Библиографический список музейных педагогиков представлен на фотографии слайда, литература достаточно широко представлена, можно поработать самостоятельно и может быть что-то интересное еще делать и для своей работы, и для того, чтобы поделиться с опытами, опытом с коллегами, которые работают в данном направлении. в принципе, вот по моей лекционной части по монологу я планирую на этом остановиться, далее уже в порядке вопросов, какой-то живой дискуссии, что-то пояснить подробнее. Большое спасибо Максим Анатольевич за вашу подробную очень интересную лекцию, я думаю, что наши слушатели узнали для себя много нового, узнали о формах музейной работы, может быть, какие-то практики развития школьных музеев будут ими восприняты, использованы. Ну, остается вопрос, который сегодня еще не был освещен, что делать в случае, если в школе еще не создан музей, а у руководства школы, может быть, у кого-то из активных педагогов такая идея есть, вот с каких шагов вы бы порекомендовали начать в таком случае? Возникла идея, идея создать музей, создание музея образовательного учреждения, самое главное, то есть, с чего нужно начать, это с подбора материалов, то есть, если материалы уже были собраны, в музее есть, конечно, нормативная, инструктивная письма и Министерство образования Российской Федерации в 20-м году, буквально летом, вышли новые методические рекомендации для образовательных учреждений федеральной станции детского и юношеского туризма экскурсии, она курировала испокон веков деятельность музеев образовательных учреждений. Естественно, первое, это разработка концепции музея образовательного учреждения, выбор темы, музея образовательного учреждения, то есть, о чем мы хотим рассказать в музее образовательного учреждения, то есть, в рамках темы уже будут собираться музейные предметы, в рамках этих предметов, которые мы собрали, будут уже создаваться, разрабатываться концепция будущего музея образовательного учреждения. Но я сейчас говорю слово концепция в рамке именно слов для музейного сообщества государственных музеев. Если все это перенести на простой язык для музеев образовательных учреждений, то там называется все проще положение музея образовательного учреждения. Это положение примерное оно есть на сайте федеральной станции детства и русского туризма. Ну и дальше этапы уже подбор актива, подбор консультантов музея образовательного учреждения. Ну и проблема, с которой столкнутся и сталкиваются по крайней мере из опыта работы со школьной музеями в городской области это помещение. Это помещение где создать музею. Помещение нужно выбирать которое соответствует требованиям, для экспонирования и хранения музейных предметов. Ну а хранение и экспонирование музейных предметов расскажут мои коллеги в дальнейших наших кабинетах. Ответил вопрос? Большое спасибо. Максим Анатольевич, еще знаете, слушая выступление наших финалистов обратил внимание на проект из города Орла, который предполагал проведение экскурсий для детей с ограниченными возможностями здоровья. Я знаю, что у вас есть опыт такой работы, работы с такими посетителями музеев, людьми, которым нужна особая забота, и я хотел бы, чтобы вы с ним этим опытом поделились с нами. Вот по поводу работы с посетителями по ограничению возможностей здоровья, я, по крайней мере, в своем опыте выделяю не только доступные условия, то есть пандусы и схемы передвижения по залам и музеям, а прежде всего форм работы. То есть, начиная от подбора языка, каким языком можно донести до категории тех, кто приходит к нам в людей, это могут быть ограничения возможностей по здоровью, по зрению, то есть это могут быть какие-то умственные отклонения, но, например, у меня опыт был работы с Российским Обществом Слепых, то есть были разработаны целые циклы мероприятий с сердцем кодеку прикоснуться, даже скажу вам тихомолку о том, что было на войне, то есть где нас когда-то учили работать на регистрах, то есть звуковое нанесение восприятия темы через голос, использование каких-то фрагментов литературы и музыкальных композиций, то есть описание подвига через именно литературно-языкальные, музыкальный язык. Конечно, огромное место в этом, кстати, если я говорю о высших учебных заведениях, у нас в университете в государственном государственном был такой опыт, это создание дидактических средств, то есть это предметы, это 3D-м 3D-модели, 3D-модели могут быть и музеи предметов, создаваться каких-то памятников отдельных, все, что можно дать пощупать, уже непосредственно подстеглю музея, особенно ребенка. когда мы приходили в интернат, когда привозили к нам ребятишек из интерната, и мы раздавали им те же самые каски, ложки, какие-то солдатские пляжки, ремни, даже элементарно моделирование музейного предмета, когда из старой бумаги сворачивали солдатское письмо, и вот ощущение через тактильность, например, человека, который имеет ограничение возможностей по зрению, щупает бумагу, он понимает, что вот эта фронтовая бумага на такой же фронтовой бумаге, когда-то писали письма, и он чувствует, он чувствует вот эту историю, то есть через работу вот с предметом, конечно, подлинники дать невозможно фронтовые письма, а вот моделирование какого-то фронтового письма или предмета она возможна. Можно еще рассказать, приемы, которые могут в высших учебных заведениях есть участие гранта, то есть историческая деятельность, например, высшего учебного заведения, разрабатывается по концепции развития именно работы с лицами по ограничению возможностей здоровья, финалом не только будет сама продукт, то есть финал главный продукт, то есть это либо создание моделей, либо разработка дидактических приемов работы лицами ОВЗ. Это буквально если коротко ответить на этот вопрос. Спасибо. Максим Анатольевич, я думаю, что слушая наш с вами разговор, многие коллеги захотели как-то связаться с музеем, заповедником Сталинградской битвы, в дальнейшем наладить какие-то рабочие контакты с вами. Скажите, пожалуйста, как осуществить с кем взаимодействовать, если какой-то школьный музей захочет получить вашу поддержку? На сайте музея заповедника Сталинградской битвы есть контакты нашего экскурсионно- просветительского отдела, то есть можно посмотреть контакты нашего музея, можно обратиться с официальными письмами, письма с вопросом о показании консультационной помощи, металлической помощи по организации того или иного вида образовательного деятельности в школьных музеях, в высших учебных заведениях. На сайте информация вся есть. Сайт сайт одержит адрес почты нашего экскурсионно в российского отдела. Письма могут поступать на сайт нашего музея заповедника Сталинградской битвы. Здесь они уже будут распределены по специалистам, кто будет заниматься решением непосредственно того или иного вопроса. Спасибо большое. Исчерпывающе. Я думаю, что остается только добавить, что музей Сталинградской битвы не только один из самых лучших музеев нашей страны, в котором, на мой взгляд, должен побывать каждый, но и активный член российского исторического общества, базы для работы регионального отделения российского исторического общества в Волгограде. И мы, конечно, хотели бы сказать спасибо его директору Алексею Владимировичу Дементьеву, заместителю директора Сергею Александровичу Ванюкову, членом правления Российского исторического общества, за подготовку нашей сегодняшней встречи. Напомню, что в понедельник в 10 часов по московскому времени мы снова будем проводить уже следующий вебинар, разговор с Ольгой Сергеевной Поповой, художником-реставратором. Она расскажет как раз о том, как вещи, попадающие в школьный музей, могут быть отреставрированы при минимальных средствах, ресурсах, но тем не менее качественно и добросовестно. На этом, дорогие слушатели, мы с вами прощаемся. Еще раз большое спасибо, Максим Анатольевич, всего вам доброго. Всего доброго, спасибо вам за внимание, спасибо за предложение по организации данных вебинаров. Они, конечно, нужны. Нужны сотрудникам учреждений высшего профессионального образования, ну и всем краеведам, кто занимается очень важным делом по работе с молодежью. Спасибо, всего доброго. До свидания.